Я всех приветствую на моем канале Заметки Эмигранта. Меня зовут Наталья. Сегодня я приглашаю вас на экскурсию по центральному кладбищу в Вене. На моем фоне вы можете увидеть вход в центральное кладбище. Это не просто последнее пристанище для многих людей, в том числе знаменитых людей. Это действительно здесь открывается как параллельный мир. Это второе по величине кладбище в Европе, которое было открыто в 1874 году. И его площадь составляет больше, чем 2 квадратных километра. И здесь покоятся такие известные личности, как Моцарт, Бетховен, а также очень многие представители политики и культуры в Австрии. Сейчас мы пойдем и посмотрим, как же все это выглядит изнутри. Я всех прошу подготовиться к этому такому путешествию в параллельный мир. Перед вами главный вход, главные ворота в центральное кладбище Вены, который является не только уникальной усыпальницей многих представителей культуры и деятелей политиков Австрии, а также является излюбленным местом отдыха для жителей Вены. В этом есть его уникальность. Здесь райская природа, поэтому кладбище также пользуется успехом у бегунов и разрешены также велосипедные прогулки. А также, если повезет, здесь можно встретить особых обитателей. И не стоит здесь пугаться призраков, если вы услышите шуршание, потому что здесь очень много диких косуль, хомяков, белок, барсуков и куниц, а также много других видов животных, которые населяют эту огромную территорию. Но сейчас мы с вами наблюдаем уникальные усыпальницы, «Магическое место Вены». Посмотрите только на эти семейные склепы. В дальних усыпальницах покоятся члены семей, известных семей Австрии, начиная с многих-многих веков назад. Некоторые фамилии мне были здесь незнакомы, как вот, например, фамилия семья Фридман здесь похоронена. То есть в этой усыпальнице, как вы видите на стене, очень много членов семьи. То есть это принадлежит ни одной личности, ни одному человеку, а здесь вот семейное захоронение, и по сей день проходит. Представители этой семьи здесь захоронены. А далее мы с вами видим вот усыпальницу. Сейчас мы к ней вернёмся. Посмотрите только на это волшебство архитектуры. Ну, настоящее произведение искусства. А здесь вот усыпальница семьи фон Хаас. Это известный индустриальный магнат Вены. У него было много очень фабрик. Он создал по производству текстиля из 1880 года. Далее вот вы видите на экране гробницы. Очень необычные. Поражают своей архитектурной такой, ну, как бы работой. Вот, как вы видите сейчас. Как я уже успела заметить, кладбище было открыто 1 ноября 1874 года. И создание нового кладбища было обусловлено необходимостью зароста населения Вены и ограниченным пространством старых кладбищ. Кладбище находится в районе Семеринг на юго-востоке Вены. Оно занимает площадь около 2,5 квадратных километра, что его делает одним из крупнейших кладбищ в мире и вторым по размерам кладбища в Европе. Он выполнен совершенно в разных архитектурных стилях. Например, главный ход оформлен в стиле историзма. А центральная церковь, которую мы видим чуть позже, является ярким примером венского модерна. Важно заметить, что кладбище заменено своими мемориальными зонами для различных конфессий — католической, протестантской, православной и иудейской. Здесь также есть мемориалы жертвам Второй мировой войны, а также жертвам Холокоста. Посмотрите только на эти мемориалы. Я могу сказать, что кладбище — атмосфера больше как атмосфера музея, памятника, архитектуры, нежели атмосфера обычного кладбища. Все, кто находится в Вене или планирует приехать, я рекомендую посетить это место, потому что здесь правда такой необычный, необычные такие вибрации, можно сказать, необычная атмосфера. Здесь проходят постоянно экскурсии, здесь также есть ночные экскурсии. На ночных экскурсиях я не была, не знаю, мне кажется, это все-таки немножко жутковато. Ну а обычные экскурсионные группы здесь и днем проходят. А здесь вот перед вами склеп индустриального магната. В центре кладбища вот перед вами находится кладбищенская церковь Святого Франциска, часть Баромеа, также называемая мемориальной церковью доктора Карла Люкера. Рядом с церковью находятся Аркады и Клумбарии, перед которыми находится президентская усыпальница. Вот на экране. В тайной усыпальнице с 1951 года хоронят австрийских президентов. Ну и рядом с президентской усыпальницей вот мы видим гробницы, могилы канцлеров Австрии. Вот сейчас на экране это канцлер Леопольд Фикль при президентстве Карла Реннера. И также усыпальницу австрийского канцлера Юлиса Раба. Вот на экране. Такая вот усыпальница у него была. Ну а мы с вами идем дальше смотреть центральное кладбище Вены. Важно заметить, что на кладбище есть несколько ворот, то есть несколько входов. Ворота 1 — это старое еврейское кладбище. Ворота 2 — это главный вход и доступ к почетным могилам. А ворота 3 — это парк отдыха и силы. Здесь мы с вами видим захоронение различных деятелей искусства и культуры, актеров, музыкантов. Ну вы даже видите по надгробиям, насколько они такие очень необычные, очень эксцентричные. И похоже на произведение искусства такого модерна, я бы сказала. И это все принадлежит деятелям искусства и культуры Австрии. Здесь далее мы с вами увидим захоронение композитора австрийского, который придумал музыку к мультику «Том и Джерри», всем известному. Вот его гробница. А далее мы также продолжаем смотреть захоронение гробниц деятелей культуры и искусства. Очень эксцентричные памятники у них. А здесь вот огромный такой черный кот в короне. Это принадлежит могила известному австрийскому карикутуристу. Поэтому вот такая была задумка и идея создать его надгробия. Ну вот очень необычная, скажем так, отсек, часть. Всем, кто будет на кладбище в центральном Вене, советую сюда заглянуть. Итак, а мы далее продолжаем свою экскурсию. Здесь вот есть могила отца Йоханна Штрауса. Ну и сам Штраус, Йохан Штраус, покоится недалеко от своего отца. Вот его надгробие перед вами на экране. Ну, я бы сказала, выполнено в стиле барокко. Вот могила Йоханна Штрауса. Ну и далее еще один деятель культуры и искусства, а именно Франц Шуберт. Вот его надгробие. Перед вами. Ну и как же я не могла просто не найти захоронение Бетховена. Вот перед вами надгробие и могила, я бы сказала, да, захоронения Бетховена. Я могу сказать, что многие склепы выглядят намного более, скажем так, помпезно. А могила Бетховена меня немножко удивила своей, ну скажем так, скромностью. А вот и изюминка сегодняшнего вечера. Памятник могилы Амадея Моцарта. Одного из самых известных австрийцев. Почему я сказала памятник? Поскольку здесь именно памятник его, а непосредственно сама могила находится на кладбище Сент-Маркс. Итак, наша интерактивная экскурсия по Центральному кладбище Вене подходит к концу. Мы с вами видели всех знаменитостей, ну скажем так, или почти всех. Как я уже сказала, Центральное кладбище Вене, оно просто огромное. И здесь покоится огромное количество как политиков, так и представителей культуры. И, ну, обойти его просто невозможно. Но моя цель сегодня достигнута. Мы с вами посетили Моцарта, Петховена, Штрауса и увидели, где они покоятся. Надеюсь, вам понравилась наша прогулка. Пишите свои комментарии. И до скорых встреч. Всем пока.